Аппарат настроен на лечение онкологических больных. Вот этой технологии в Селябинской области не было. Технология заключается в следующем. Во время УЗИ аппарат совмещает данные со снимком КТ-пациента. В результате шанс определить точное местонахождение опухоли значительно повышается. Сегодня с уникальными методами диагностики и лечения онкозаболеваний познакомили депутатов законодательного собрания. По сути дела это совмещенный линейный ускоритель, это вот эта часть с промышленным роботом. Это уникальный аппарат и для Челябинской области, и вообще для Уральского региона. Таких кибер-ножей в России всего 10. Один из них в Челябинске. Он может облучать с высокой точностью даже небольшие новообразования. Причем высокотехнологичную помощь в областном онкоцентре оказывают и больным из других регионов. То есть предмет обсуждения как раз нашей рабочей группы, что если мы смогли бы улучшить и более эффективно сделать маршрутизацию, можно было бы использовать его возможности. Качество оказания онкопомощи в регионе депутаты и врачи обсудили за круглым столом. За последние два года хирургическая активность онкоцентра выросла более чем на 40%. Улучшилась и статистика раннего выявления онкозаболеваний. По сравнению с 2021 годом этот показатель подрос с 56 до 58,6. Это очень положительное событие, и мы связываем это с тем, что активно заработали центры амбулаторно-онкологической помощи, которые у нас в области появляются, и с каждым годом их становится больше. Сейчас уровень онкопомощи на Южном Урале может конкурировать с крупнейшими регионами. Однако есть куда стремиться. Одним из решений может стать организация новых помещений в уже существующих центрах и обновление технологической базы. Я уверен, что мы со своей стороны, как законодатели, будем делать все для того, чтобы поддерживать онкоцентр, для того, чтобы онкоцентр развивался с точки зрения новых технологий, поступления новых аппаратов. Но, естественно, вопросы, связанные с кадровым обеспечением, будут находиться также в нашем контроле. В ближайшее время одним из центров лечения онкобольных может стать Копейск. Там появится новейший в регионе лучевой ускоритель. В связи с этим медики предложили организовать прямой маршрут от областного центра до Копейского филиала. Парламентарии пообещали держать этот вопрос на контроле. Наталья Петрухина, Азиз Хаджиев, 31 канал.